В патрульную службу обратились жители дома номер 53, корпус 6 по улице Орженикидзе. В одной из недавних передач телеканала Тверской проспект в рубрике «Тема дня прокуратуры» были запронуты вопросы нарушений в сфере ЖКХ. Мы неоднократно в течение прошедшего года обращались в правоохранительные органы, где указывали на нарушения, связанные с фальсификацией протоколов нашего дома, собрания общего собственника, и включением платы за вывоз мусора в содержание дома. Управляющая компания ЖЭО-18, которая обслуживает наш дом, в конце января 2019 года инициировала собрание, в котором, воспользовавшись нашей неосведомленностью, недостаточной информации, мы утвердили включение платы за вывоз мусора в содержание дома. Но после этого протокол собрания, днём была изменена дата проведения собрания и изменен инициатор проведения собрания. Разобравшись в этом вопросе, мы попытались исправить ситуацию, неоднократно обращались в управляющую компанию, но безрезультатно. И вот уже второй год жители нашего дома дважды оплачивают вывоз мусора и региональному оператору, и нашей управляющей компании. 13 декабря мы провели повторное собрание, где исключили общим решением собственника плату за вывоз мусора из статьи за содержание дома. Но управляющая компания, к нашему мнению, не прислушалась. Квитанции пришли с той же суммой. Обращаемся ко всем, в чьих полномочиях защита интересов и прав граждан. Помогите, пожалуйста, собственникам нашего дома остановить беспредел со стороны управляющей компании ЖЭО-18. Мы считаем, что в наше тяжёлое экономическое время несправедливо отбирать пенсионеров и малоимущих граждан. И наживаться на этом. Мы теперь платим региональному оператору, как положено, по 87 рублей с человека, и ещё по 3 рубля с квадратного метра для нашей управляющей компании. Вращение в прокуратуру, в папка переписки, и в ГЖИ. Мы также в общественную палату обращались, в группу рабочую по вопросам ЖКХ. Вот здесь все документы, вот там, где Ефимов принимал. А теперь они травлю откровенную начали. Если на подъезд войдёте, у нас они в лифте вывесили, что они против меня уголовное дело завели, иск подали на меня. То, что я собрание неправильно провела. Снизили плату на собрание. Разве так должно быть? Такое откровенное просто издевательство. В этот же день в сопровождении патрульной службы женщины пошли в управляющую компанию. Вот такой разговор состоялся у них с директором УК Светланой Рассказывай. Вы нам прошлый год включили обманным путём, мы считаем, потому что протокол потом, дата была изменена, 3 рубля 10 копеек мусорных в содержании дома. Мы целый год боролись безрезультатно. В декабре мы привели собрание. В результате деньги остались те же, и вы ещё в подъезде вывесили иск на меня судебный. Вот, пожалуйста, дайте объясню. Что вы можете сказать на это? Значит, это собрание проходило в 2018 году. Не было собрания. Собрание было. Не было собрания. Не было собрания? Значит, собрание было. У нас ответил протокол. Значит, этот протокол делали сами собственники. Значит, вы обращались куда? Да, и в полицию. В ГЖИ единственный экземпляр, который они делают, торис-оригинал, отправляется в ГЖИ. В ГЖИ это всё проверяли. Правильно? Было такое дело. Подождите. Давайте расскажите. Значит, в ГЖИ проверяли. Значит, участковый к нам приходил, брал показания. Значит, сказали, что будут запрашивать оригинал в ГЖИ. Не знаю, чем дело закончилось, к нам больше не приходили. Единственное, что мы сразу вам на первое же письмо, которое вы нам первое прислали в начале 2019 года, после получения третьей или какой-то квитанции, мы сказали, ваше дело, вы в течение полгода можете обратиться в суд, как собственники признать это незаконным. То собрание, которое вы говорите, что не было. Вы обращались везде, во все инстанции, где только можно было. У нас всё запрашивали, всю документацию мы отдавали. У нас, правда, копии, но копии мы с копии снимали и всё отдавали. Значит, на данный момент вы нам принесли протокол, который мы вам тоже самое написали, что он неправильно оформлен, данный протокол. Вы обратились к ГЖИ, в ГЖИ мы представили всё, и в то же время мы написали иск, мы имеем право, потому что у вас даже тариф меньше утверждённый муниципалитетом. На 1 января 2019 года тариф, который они сами придумали. Мы придумали, вы тихо, спокойно, не надо кричать. То есть, как бы, вы тариф данный взяли просто из головы, его не обосновав. То есть, вы должны. А мы вам обосновали. А кто нам обосновал? Даже в квитанции мы вам предоставили, даже на новый, на 2020 год, мы вам написали, что у нас есть специально, мы теперь считаем, значит, тариф по программе. Экономически обоснованный. Светлана Геннадьевна, ложь от первого до последнего слова. Тот тариф, что вы предоставили, 19,90, даже не включены 30%, который вы с нас берёте, плата за управление. Я вам могу показать это? Значит, вы к нам 19,90, ещё 30% за услуги управления добавите. Какой же мы тариф? Почему вы другим домам, где не было собрания обманного, вы снизили с первого января плату на мусорные деньги, а нам почему-то нет? Потому что у вас протоколом был утвержден. Мы вам предложили тариф. Нам ещё этим собрания в декабре не было. Полиция подтвердила. У нас в январе, у меня ничего в январе. Вот они ничего не знают. 16 марта мы получили официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации в прокуратуре Московского района города Твери. В прокуратуре Московского района города Твери надзор за соблюдением жилищного законодательства осуществляется в приоритетном порядке. Особое внимание уделяется вопросам соблюдения прав собственников на квартирных жилых домов при проведении общих собраний, на которых решались вопросы взимания платы за содержание имущества. Установлено, что жители неквартирного дома по улице Джаникицы города Твери обращались в органы внутренних дел с заявлениями о подделке протоколов общих собраний собственников жилых помещений, на которых якобы принято решение взимания платы за содержание дома, повышение тарифа на вывоз мусора. По результатам проверок сотрудники полиции неоднократно принимали решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Данные процессуальные решения отменены в прокуратуре района как незаконные. Органу дознания даны указания о выполнении конкретных проверочных действий. По результатам проверок по инициативе прокуратуры района в феврале текущего года отделом дознания Московского отделения полиции УМВД России по городу Твери возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 237 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подделка официального документа. Расследование уголовных дел взято на контроль. Когда материал готовился к эфиру, нам позвонили жители дома и сообщили, что Главное управление Государственной жилищной инспекции Тверской области по результатам проведенной проверки в адрес управляющей компании направило предписание об устранении выявленных нарушений. Так вот, по словам тех же жильцов, управляющая компания подала или собирается подать на ГЖИ в суд. Мы следим за ходом событий.